Друзья, меня зовут Юрий Емельянов. Буквально две минуты про себя расскажу. Я франчайзер-партнер международной сети пиццерий Dodo Pizza. Для тех, кто не знает, это 700 пиццерий в 14 странах мира. Можно уже следующий слайд показывать. В Брянске я развиваю три пиццерии сейчас. Четвертую мы строим, и пятую у нас тоже скоро планируется. Помимо этого, я основатель собственной франчайзинговой сети компании Oceana, компания, которая занимается японской кухней. У нас два сушибара. У нас три сушибара строятся партнерами франчайзи в трех разных городах. И вот буквально на этих неделях будет открытие. И плюс у нас порядка десяти еще договоров сейчас на подписании. То есть 10 договоров, это 10 разных партнеров, 10 разных городов. Супер. Ага. Помимо этого, у меня есть еще пассивное участие в двух бизнесах, связанное с рекламой и вейтингом. Оборот сейчас порядка 14 миллионов в месяц. К концу года мы планируем довести эту цифру до 20 миллионов рублей. Ну и собственно говоря, в тему моего выступления сегодня у меня порядка 120 сотрудников. Цифра постоянно растет. Если честно, я уже не слежу, потому что постоянно компания расширяется. Можно дальше. Мне сказали, что у нас буквально 20 минут на выступление. И сразу скажу, что такую широкую тему, связанную с построением команды, невозможно даже как-то чуть-чуть охватить за такое короткое время. Поэтому я вам сегодня буду давать прям вот выжимку-выжимку, такую базисную вещь, на чем строится фундамент, потому что это такие первые шаги, на основе которых вы сможете построить, собственно говоря, свою команду. Давайте, собственно говоря, начинать. Фундамент, да, как я сказал. Я сейчас услышал мебельное производство. Ключевая компетенция руководителя. Вот очень классный вопрос. Вот я с него хотел презентацию начать сегодня. Вот у меня к вам вопрос. Вот какая, на ваш взгляд, ключевая компетенция руководителя? Есть смельчаки? Не мешать работать? Вдохновлять? Еще? Деньги, организация. Еще есть варианты? Стратегия, класс. Еще? Чувствовать что? Все чувствовать? Класс. Парфюмеры прям. Ага, что еще? Деньги читать. Супер. Можно слайд? Друзья, у меня сугубо мое личное мнение, какая ключевая компетенция должна быть у руководителя. И на правах спикера я сегодня вам буду ее навязывать. На мой взгляд, это умение задавать правильные вопросы. Причем умение задавать правильные вопросы не там сотрудникам, партнерам, поставщикам. Умение задавать правильные вопросы себе. И вот сегодняшняя презентация, она будет про это. Мы будем очень много вопросов себе задавать. Можно дальше. Так вот про фундамент. На чем, собственно говоря, фундамент будет строиться нашей командой мечты. Да, как ее создать и надо ли ее вообще создавать. Можно следующий слайд уже показывать. Я выделяю четыре таких столпа, на которых будет, собственно говоря, стоять эта вся история. Это найм, обучение, адаптация и мотивация. Вроде бы все про это все знают. Как всегда, вот эти истории про все понятные вещи, но редко кто-то что-то максимально погружается в каждый этот аспект. Но невозможно построить команду мечты, если вы не уделяете максимум своего внимания каждому из них. Ни разу вы не построите команду, именно команду, даже не мечты, если вы будете только с каким-то одним пунктом работать. Можно дальше. Что касается найма. Найм – это такая история, которая руководителями всегда воспринимается как что-то самое простое, не совсем важное. Все мы прекрасно знаем, что мы делаем. Нужно взять вакансию какую-то, опубликовать, разместить, описать кратко какое-то описание дать, собственно говоря, позвонить понравившимся кандидатам, прособеседовать. Ну и все на этом. Взять сотрудника, который понравился. Можно дальше. Так вот, этап найма – это самый ключевой этап работы с командой. Почему? Именно на этапе найма формируются ваши команды на самом деле. Потому что все увольнения, которые в дальнейшем происходят, неважно по какой причине, сам сотрудник ушел, или может быть вы его захотели уволить, всегда происходят по одной простой причине. Потому что была ошибка в найме. И вот мой такой первый вам совет, все советы, которые я буду давать, это исключительно мой личный опыт. Я никакой не профессиональный оратор, я не инфобизнесмен, я просто сегодня выступаю, делюсь своим опытом. Так вот, первый совет, который я хочу вам дать, всегда принимайте на себя ответственность, если сотрудник от вас уходит. Или вы его увольняете. Вот как только сотрудник покидает вашу компанию, считайте, это ваша ошибка. Вот прям персональная. Как только вы научитесь брать на себя ответственность, вы начнете задавать себе правильные вопросы. А почему так произошло? А что я мог сделать иначе? А что я могу сделать сейчас, чтобы этого не повторилось? И почему это у меня происходит? Вот как только вы начнете брать на себя ответственность за это, все дальнейшие этапы, это будет уже такая шлифовка. То есть создание из набора людей, команды. Но если вы проседаете на начальном этапе, все остальное бесполезно. Можно будет крутую делать обучение и так далее, все это бесполезно. Так вот, с чего начинается найм? Найм начинается с первых трех вопросов. Зачем, кто и почему? Зачем? Это вопрос, который вы должны задать прежде всего себе. А зачем вообще сотрудник новый, которого вы хотите нанять? Вы действительно сейчас нуждаетесь в новом сотруднике, потому что у вас сейчас рост заказов, рост производства или еще чего-либо. А действительно это связано исключительно с этими причинами? А вдруг у вас не оптимизированы бизнес-процессы? Может быть, это все можно решить через автоматизацию, через какие-то новые инструкции, систему обучения и так далее? Это очень ключевой вопрос. Есть еще такое знаменитое правило, минус один называется. Может быть, кто-то о вас слышал. Оно заключается в том, что когда все хорошо у нас в компании происходит, мы не задумываемся, как правило, об эффективности. Мы просто думаем о росте и так далее. И вот правило минус один говорит о том, что если у вас все хорошо, попробуйте что-нибудь отрезать у себя. Убрать какого-то одного сотрудника, убрать какое-нибудь подразделение, какой-нибудь бизнес-процесс и посмотреть, а можете ли вы работать в таких условиях, в новых? Это история про эффективность. Второй вопрос – это кто? Это тоже очень важно. И это вопрос, которым редко кто задается. Как мы обычно делаем? Мы взяли у кого-нибудь, посмотрели описание вакансии, мы скопировали, вставили, может быть, даже от себя что-то достаточно типовое сделали, ну и все, и процесс запущен. Это ошибка. Вы должны четко понимать, кого вы хотите себе нанять. То есть у вас должен быть прям портрет человека. То есть вы прям садитесь и прописываете, кто он, важен ли пол, важно ли образование, важно ли как он выглядит, важно ли то, как он мыслит, какие предлагает решения каких-то кейсов, которые вы ему даете, там какую прическу, татуировки и так далее. Вот когда у вас какой-то вот этот профиль конкретно, вот прям рисуется портрет, вот с этого момента вы теперь знаете, кого вам надо искать. Это очень важно. И почему? Про этот вообще все забывают. Этот вопрос не для соискателя, это вопрос вам. А что вы дадите вот этому человеку? Почему он должен вас выбрать? Почему он должен быть эффективным у вас? Почему он должен стать частью построения этой команды мечты? Мы иногда про это забываем. Мы когда в позиции набора, мы считаем, что это же мы выбираем, но нас тоже. И вы должны понимать, а что вы дадите взамен? Можно дальше? Так, я понял, буду наперед говорить. В анонсе моего выступления было сказано там про какие-то 5 лайфхаков или что-то типа того. Я вам честно признаюсь, я когда вижу вот такие кликбейтные истории, да, из серии там 26 законов власти, 9 способов стать богатым завтра утром, 54 способа похудеть за 3 часа. Я вот даже никогда не читаю, не смотрю это, для меня это прям вот красная тряпка. Я вам никаких сегодня не буду вот этих историй давать. 7 суперспособов построить команду мечты. Нет, я вам буду давать какие-то наши принципы и правила, и ваше уже дело, применять их или нет. И вот одно из них первое, это то, что должности должны создаваться под сотрудников, а не сотрудники подбираются по должности. Это то, что мы применяем у себя. Я никогда не упущу возможности взять себе человека, который может как-то усилить мою команду. Даже если у меня сейчас не открыта вроде бы должность под него. Если я вижу, что человек обладает каким-то потенциалом, обладает какой-то силой, я как-то случайно его встретил, или не случайно, я приложу все усилия для того, чтобы человек оказался у меня в команде. Потому что я четко понимаю, что он меня усилит прямо здесь и сейчас. И если надо, я создам под него любую должность, которую он захочет. Потому что все это не важно. Абсолютно. Это вот одно из наших правил. Можно дальше. Вторая история, которая вытекает из первого. Всегда нанимайте сильных людей. Я вам честно признаюсь, я про это давно знал, но при мне осталось совсем недавно. Это знаете, как фраза в одном известном фильме, знать путь и пройти его не одно и то же. Вот для меня эта история такая же. Я осознал, именно осознал, вот буквально недавно. У меня, как и у многих, были вот эти блоки, какие-то стереотипы, что если я возьму сильного человека, а вдруг он будет сильнее меня, вдруг пострадает мой авторитет, а вдруг он придет, что-то там разрушит, а вдруг я ему буду платить такую большую зарплату, и он ничего там толком не сделает, и проще было сэкономить и так далее. Это все блушит. Это надо гнать из головы. Сильные, настоящие сильные сотрудники, они всегда приносят результат. Абсолютно всегда. Следующий слайд. Не бойтесь никогда их нанимать. И вообще ваша задача себя окружать сильными людьми. И это касается не только про бизнес. Ваше окружение, по сути, это тоже решает. Вторая история – это обучение. Мы вот про нам кратко пробежались, теперь обучение. Опять-таки, да, частое заблуждение, что мы вроде бы берем человека, он с каким-то опытом, с какими-то знаниями, у него есть какое-то образование, ну и все, пришел, взяли, давай работай. Ты же сам все знаешь. Это ошибка. У вас должна быть четко выстроена эффективная система обучения. Вы должны правильно обучать человека, чтобы он понимал, какие правила игры в вашей компании, как ваша компания играет, как строится бизнес. И в принципе система должна базироваться на том, что сотрудники постоянно должны развиваться. Вы должны… Самый верх – это когда вы создаете те условия, в которых внутри компании человек растет. Не когда приходится ездить на какие-то курсы, да, какое-то доп. образование где-то на стороне, а когда внутри, за счет каких-то внутренних ресурсов. Дальше. Я люблю про обучение всегда вот с этой фразы начинать. Она тоже, да, я думаю, многим из вас известна. Кому не видно вопрос, да, задается человеку, что разве вы не боитесь, что научите всему сотруднику, а он уйдет? Нет, я боюсь, что я не научу, и он останется. Это вот в продолжение фразы про обучение. Не нужно никогда рассчитывать на то, что сотрудник такой профессионал, казалось бы, в рамках резюме, и он самостоятельно все сделает. Никогда такого не будет. Да, есть какие-то уникальные товарищи, которые приходят и показывают результаты здесь и сейчас. Но если вы хотите стратегическое какое-то лидерство, стратегический какой-то успех, вам нужно прикладывать усилы для обучения. Можно дальше. Обучение крайне важное по той простой причине, что есть еще одно такое заблуждение, очень часто, которое я встречаю у коллег-предпринимателей. Я думаю, вам это тоже знакомо. История про то, что вот, у меня такой-сякой сотрудник, я его столько обучал, а он что-то не понимает, что-то тупит, тормозит, постоянно ошибается и так далее. Вот плохой сотрудник. Это вот следующее наше правило, лайфхак, да, называйте как хотите, что люди работают так, как ими управляют. Если у вас какой-то сотрудник где-то тормозит, как я сказал, значит, это вы где-то не дорабатываете. Это опять история про ответственность, про вопрос о себе. А что бы я мог делать для того, чтобы он меня не тупил? А может быть, я все-таки тогда ошибся в найме как раз-таки. Можно дальше. Обучение, я лично выделяю, да, это три аспекта, на которых оно строится максимально эффективно. Это база знаний, наставник и план обучения. База знаний – это вещь, которая просто обязана быть в вашем бизнесе. Вот если у вас ее нет, на данном этапе, вот прямо сейчас, считайте, вы уже проигрываете своим конкурентам и так далее. База знаний может быть в любом виде. Не обязательно это должен быть какой-то суперсовременный сайт с набором лекций, видео и так далее. Хотя бы просто начните создавать какую-то Google таблицу с ссылками на какие-то инструкции, разбор каких-то внештатных ситуаций и так далее. Это инструмент, который поможет вам экономить время и на обучении, и просто не будет отвлекать сотрудников. Я думаю, вам знакома эта история, что там приходят какие-то новички, задают какие-то одни и те же вопросы. А где вот это взять? А у кого вот это спросить? И сотрудники опытные постоянно на все эти вопросы отвечают. И вся эта проблема ушла бы, если просто ему всегда говорили, этот ответ есть в базе знаний. Иди и посмотри. И каждый занимается в итоге своим делом. База знаний – это такой инструмент, который постоянно должен наполняться. Случилась какая-то нештатная ситуация у вас? Опишите ее. И в следующий раз, когда она еще раз произойдет, то люди будут знать, что-то с ней делать. То есть они заранее еще на этапе обучения будут ее изучать. Получилось достичь какого-то классного результата. А за счет чего? Опишите это. Расскажите. Пусть коллеги поделятся. Это тоже очень важно. Соответственно, вторая история про наставника. Мы это называем инструктор. Вы это можете называть как угодно на самом деле. Но в вашей компании должен быть некий хранитель, который отвечает за систему обучения. То есть это человек, который четко знает, как правильно обучать именно правильно с точки зрения вашей компании, как эффективно выстраивать обучение, сколько времени должно проходить на обучение, о чем говорить, как развивать сотрудников и так далее. Если вы еще на этапе каком-то начальном, да, вы еще маленькая компания, ну, значит, этим человеком должны быть вы. Вы можете прикрываться какими-то серьезными делами, развитием и так далее. Воу, пять минут осталось. Окей, будем ускоряться. Можете прикрываться какими-то делами и так далее. Но помните о том, что вот именно на этом этапе закладывается некий фундамент, который будет строить всю дальнейшую историю. Ну и план обучения, я думаю, здесь тоже все предельно понятно. То есть у вот этого наставника должно быть четко все прописано. Не импровизация должна быть какая-то о том, что я сегодня Васю вот так учу, а Петю вот так. Нет, четкий алгоритм. Сегодня вот это, завтра вот это. Что будет подтверждением того, что сотрудник действительно обучился и так далее. Следующий слайд. Адаптация. Процесс, про который еще все хуже на самом деле, с ним про него вообще забывают. Я вам расскажу на нашем личном примере, чтобы уже переходить непосредственно к практике. Как у нас это происходит? Приходит новый сотрудник, его встречает конкретный человек, который знает, что с ним делать и так далее. Он его ведет, знакомит со всеми, проводит экскурсию, показывает рабочее место. Дальше проводится welcome training. Что такое welcome training? То есть это такой рассказ, буквально минут на 30, где рассказывается про компанию, историю компании, какие-то интересные вехи, события и так далее, чтобы человек понимал, куда он попал, как это все работает. После этого, вот у нас, например, компания бесплатно мы кормим. Человеку выдается промокод, и с ним берут прям за ручку, его прям пойдем поедим. Поедим, неформальной обстановкой пообщаемся, узнаем тебя получше и так далее. В это время HR готовит какой-то пост в нашей закрытой социальной сети. Там публикуют фотография сотрудника, чем он будет заниматься, какую-то классную историю про него. Вот это все происходит. После этого знакомится непосредственным руководителем, где фиксируются какие-то цели, ожидания и так далее. И сотрудник может приступать к работе. И при этом он не остается вот один. То есть на протяжении потом буквально месяца-двух у него есть один закрепленный наставник, какой-то опытный сотрудник, который будет помогать ему, спрашивать, а все ли у тебя хорошо, все ли тебе нравится и так далее. Можно дальше. Важный момент, на нем остановимся. Тема корпоративной культуры, я так понимаю, будет озвучена далее. Очень важная история. У меня сотрудники и просто месяцами занимаются. В двух словах тут не расскажешь. Но я о каких-то отдельных аспектах остановлюсь. Можно пока следующий слайд включать. Без корпоративной культуры вы никогда не построите никакую команду. Причем более того, источником корпоративной культуры должны быть вы как собственник. Все еще нет следующего слайда. Если вы пытаетесь делегировать создание корпоративной культуры, описание миссии, описание принципов и так далее на каких-то других сотрудников, никогда это не будет работать. Эта дорога просто в никуда. Следующий слайд. Третий раз, прошу. Какой-то отдельный аспект. Относительно нашей истории. У нас в компании отсутствуют штрафы. Вообще, от слова совсем. Я вас убедительно прошу, если у вас действуют штрафы, отмените их прямо сегодня же. Штрафы – это корпоративная коррупция. Давайте на примере просто разберем. Какая-то компания. У компании принято, что нельзя опаздывать, как и везде. При этом есть штрафы. Не знаю, тысячи рублей. Человеку вроде бы нельзя, но тысячу рублей можно заплатить и опоздать. Я лежу после субботы, или условно какого-то праздника, и мне надо на работу. Я думаю, ну не хочется, ну тысячу заплачу, ну ладно, того стоит. Ну и что, это вот работает. Штрафы никогда не влияют на эффективность. Штрафы всегда это про демотивацию. Вы с мотивацией сотрудников должны работать иначе. Штрафы в этом никогда не помогут. Можно следующий слайд. Поэтому если у вас эта история есть, отмените. Вы на этом ничего не зарабатываете, вы только теряете. История про мотивацию. Здесь, конечно, уже любимая всеми тема. Все постоянно об этом думают. А как, собственно говоря, работа с мотивацией. Все знают, что есть нематериальное. Материальное очень кратко про эту историю, что я лично не верю ни в KPI, ни в какие-то планы по продажам, за которые можно получить премию. Объясню на примере. Есть некий сотрудник, например, Вася. У него есть некий план продаж. Почему Вася должен максимум делать для себя, чтобы самую высокую отметку прикладывать? У Васи настроение в этом месяце такое, что он хочет выложиться наполовину. Ему хватит этих денег. А в следующем месяце на четверть. А в следующем месяце он вообще устал, ему оклада хватит. Вы разве от этого выигрываете как бизнес? Нет, конечно. Ключевая ваша задача – это работать с нематериальной мотивацией. Следующий слайд. Нематериальная мотивация – это, конечно, любимая всеми история. Минута. Окей, я понял. Быстро, значит. Что такое мотивация? Мотивация у нас – это результат профессионального управления. Всегда. То есть мотивация – это то, как вы управляете людьми. Не то, что вы ждете от людей. Сами по себе. Нужно сказать какие-то условия. Это то, как вы ими управляете. Следующий слайд. На эту тему тогда, ладно, раз мало времени, рекомендую почитать Александра Фридмана. Все книги у него много. Если что, выберите себе любую. Вы или хаос и так далее. Очень много про это написано. Обратка важна. Это история про обратную связь. Это наша локальная история. Обратную связь нужно давать сотрудникам всегда и регулярно. И вы лично должны ее давать. Раз в месяц минимум встречайтесь лично с сотрудником и даете ему какую-то обратную связь. У нас прям жестко по времени, да? Ну, просто у нас еще вопросы есть. Поэтому мы ответим на вопросы. У нас, да, жестко по времени. Юрий Емельонов, давайте сначала поаплодируем. Мне самому хочется задать очень много вопросов. Потому что я бы даже в каких-то вещах поспорил. Но, так как разные сферы. Но все же, тут у нас вопросы есть из чата. Как узнать, что мы... Ну, вот это опять же про мотивацию. Что мотивирует отдельно взятого сотрудника? Что делать, если его мотивацию руководитель не может удовлетворить? Ну, мне прям стало интересно, что это. Еще раз. Что сделать для того, чтобы удовлетворить мотивацию сотрудника? Ну, что... Еще раз. Как узнать, что мотивирует отдельно взятого сотрудника? То есть, я понимаю, что это какой-то уникальный человек. Есть, что его, наверное, деньги не мотивируют. Или еще что-то не мотивирует. Вот как узнать, что конкретно... То, что мы делали в самом начале. Умение задавать правильные вопросы. Вот, наверное, да. И что делать, если его мотивацию руководитель не может удовлетворить? Ну, это ответ на этот вопрос тоже уже фактически дан. Тогда расскажите про ваши главные маркетинговые принципы. Кейсы, может быть, рабочие? Маркетинговые истории про найм? Наверное. Тут без уточнения у меня. Смотрите, маркетинг и работа с командой, немножко они подальше друг от друга стоят. Но если мы говорим с точки зрения построения какого-то HR-бренда, то есть привлечения каких-то людей в команду, лучше всего за вас будут работать, собственно говоря, ваши сотрудники. Если они гордятся своей работой в вашей компании, если им хочется работать, поверьте мне, они всем направо-налево будут об этом рассказывать. Особенно, когда мы живем в эпоху соцсетей. Это будет ваша лучшая реклама абсолютно. Что делать, если классный специалист не придерживается глобальных корпоративных ценностей? Классный специалист не придерживается глобальных... Он хороший специалист, но... Но он не хороший тогда специалист, если он не придерживается. Наверное. Либо ценности нити. Вот это вопросы из нашего онлайн-чата. И вот еще один вопрос. Сразу же вот дописываю. Как мотивировать сотрудника, который работает на проценте и доволен своими доходами? Нет прогресса по количеству продаж. Может, так сказать, забить... То, на чем я, собственно говоря, закончил. Потому что это не про мотивацию совершенно. Это просто какая-то финансовая. Финансовая мотивация – это история про какой-то базис. То есть вы должны принять тот факт, что деньги – это просто удовлетворение базовых потребностей. И все. Все, что происходит дальше – это ваша работа с нематериальной мотивацией. Поэтому не ждите того, что вы поставили план и нарисовали красивую цифру. Если достигнешь, если получишь миллион рублей, нифига это не будет работать. Но один раз работать, дальше нет. Способы нематериальной мотивации. Тема очень большая. Сейчас попробую как-то в двух словах на это ответить. У меня вот есть слайд, там предыдущий, наверное, ребята уже выключили его. Самая ключевая эта история – это ставьте большие цели. Если вы амбициозная компания, у вас есть какие-то желания стать какой-то глобальной, неглобальной, достигнуть какого-то крутого результата, сотрудники, которые у вас работают, это уже для них будет мотивация, если это адекватный профессионал. Да, можно вот рассмотреть, например, не знаю, двери вы продаете, у вас может быть цель, а давайте мы станем по товарообороту самыми крупными в Брянске, а может быть цель, а давайте мы станем самыми крупными по товарообороту в России. Это вот разные вещи абсолютно. И, соответственно, под эти цели разная мотивация у людей, и разные сотрудники подбираются. Вы даже будете думать совершенно иначе. Когда вы знаете, что вам нужно федеральное лидерство, вы не будете довольствоваться какими-то средними специалистами, вы будете набирать лучших. Юра, пример нематериальной мотивации, я так понимаю, люди хотят услышать. История про корпоративную культуру – это как раз-таки про нематериальную мотивацию. Я вначале рассказал о том, в первый день, как происходит эта история, как сотрудников встречают. Это мало вообще у кого есть. То есть сотрудник с первого дня чувствует нужность и принадлежность. Вторая история – это какие-то корпоративные мероприятия, не просто какие-то, я не знаю, сабанту и сели, пошли в кафе и сняли, и попили алкоголь. Нет, это какие-то тимбилдинги, направленные на то, чтобы сотрудники вместе скооперировались, решали какие-то совместные задачи и так далее. Давайте возможности для роста. Никто уже давно в современных компаниях не работает по классической этой иерархии. Сотрудники работают в рамках рабочих групп. То есть сегодня ты, например, директор по маркетингу, но завтра ты решаешь проблемы, не знаю, с поставщиками, например, погружаешься в эту историю. А послезавтра ты с логистикой разбираешься. А потом в операционное управление лезешь. То есть ты растешь в широком плане, как специалист, понимаешь, что тебе нравится, и качаешь в ту сторону, которая тебе это интересна. То есть компания дает возможность для роста в этом направлении. Но тема очень общая. Но общее делание – это всегда плюс. Когда это не просто вот это и про корпоративы, если говорить. Вопрос еще один из чата – критика сотрудников. Вот не совсем понятие мне вопроса. Расскажите про критику сотрудников. А можно вот слайд, буквально два слайда назад. Вот там все написано про критику сотрудников, даже говорить ничего не надо. Пока включают. Окей, у нас есть четкое правило, которое гласит следующим образом. Хвали публично, критикуй лично. Очень простое, очень понятное. На каких бы эмоциях ты ни был, какой бы косяк ни совершил сотрудник, никогда ничего не делай, сразу же не ори, не презирай сотрудника при всех. Только индивидуально, только на свежую голову. И все. Это вот прям основа основ. И еще один вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в плане всего сказанного поддерживаю. У нас также там адаптация, все клево, классно. Кроме одного, это вопрос о штрафах. То есть вопрос о дисциплине. К примеру, мы поддерживаем такую систему, у нас штрафы есть. Крайне редко. И есть такая баночка, называется общак. Куда мы собираем штрафы, и потом сотрудники сами распоряжаются этими штрафами. И при этом они неоднократно сами заявляли, что именно финансовая демотивация в рамках приличного, она память прививает, дисциплину прививает, и все адекватно реагируют. Я понял. Если у вас, как вы говорите, все классно с этими адаптациями, бла-бла-бла, на самом деле у вас не классно. Потому что если у вас все хорошо с адаптацией, с обучением и с наймом, выстраивается такая работа, при которой сотрудникам не нужно прививать ответственность. Он ее сам понимает. Это первый момент. А второй момент, опять-таки, принцип нашей компании. У всех есть право на ошибку. Если сотрудник ошибается, и не важно, как грубо, мы всегда эту ошибку с ним разберем. И если вот уже повторно случилась история, это говорит о том, что человек системно это совершает. Он не понимает. А мы узнаем, что мы убедились, что мы его обучили. Зачем этого человека продолжать держать какие-то штрафы и так далее? Расставайте с ним, и все. И работайте с командой. Но опять же, смотрите, это если выращенный специалист, то очень хорошие квалификации. А, естественно, с первого у нас… Это ментальная ловушка. Я тоже в ней попадал. Я тоже в ней был и очень часто находился. Когда ты растишь сотрудника с нуля, ты знаешь, что он вроде бы все владеет, знает и так далее. Нет, это все ловушка. Из нее надо бежать. Даже управленческая не сдача вовремя отчета. Да. Вот. Первый раз там нужно вовремя сдавать. Да, окей, запомнила. А потом просто вылетела из головы. А когда там штраф, ну, небольшой, 300-500… 45 татуировок менеджера Максима Батора. Учить, лечить, мочить. Почитайте, там все есть. Продолжение следует.